Меня зовут Сергей Михайлов, я представляю организацию Альянс Народов за Демократию. Квартира находится наша в Ротрудаме, но организация интернациональная, и как по составу, так и по расположению у нас есть отделение в Голландии, есть отделение в Бельгии. Я представляю Бельги. Ну и, конечно, наверняка у Вас есть такая жесткая позиция по Украине, по российско-украинскому конфликту. Да, этот российско-украинский конфликт как бы и сподвиг нас, потолкнул к объединению определенной части людей, для того, чтобы организовать эту организацию. Совершенно разные люди ее организовали. Один профессор из России, я из востока Украины, и еще два человека из Голландии, это люди тоже с востока Украины. Если брать нас, то это мы тот русский мир, который Путин пытается защитить, которому эта защита абсолютно не нужна. И своей позицией мы показываем о том, что русские, которые живут, люди, которые живут на востоке Украины, это абсолютно, они не нуждаются ни в какой путинской защите. И мы противопоставляем себя той идее о том, что какие-то дебилы, которые родились и выросли на Украине, и за всю свою жизнь не смогли выучить украинский язык. Люди, которые живут здесь, в Бельгии, через год уже прекрасно говорят, начинают говорить по-недерландски или по-французски, а родившись и вырасти там и как бы не смогли. Это просто, я считаю, унижение русского человека, которому говорят, что ты не способен познать другие языки или что-то там выучить. Наши люди, это пример того, что русские, живущие на востоке Украины, способные, это показывает, эмиграция, которая проживает здесь, за границей, посмотрите, в Германии все говорят, все наши отлично говорят по-немецки, в Америке через год, через два говорят по-английски, здесь говорят по-французски, по-недерландски, а люди, живущие там, не могут выучить украинский язык. Да, но дело же не столько в языке даже, я так понимаю, да? Да, не в языке, тот русский мир, который навязывается, это проблема, которой абсолютно не было и нет. У кого-то есть какие-то амбиции, у кого-то есть планы на захват чужих территорий, кому-то просто не хочется, чтобы люди в соседней стране стали жить лучше. обнадеживает то, что в России, слава Богу, есть тоже русские, которые, еще и есть в России русские, которые тоже думают немножко по-другому. Да, но 85% поддерживает президента ныне. Ну что ж, 85%, ну, смотря кому верить, какие-то исследования в стране, которые давно отсутствуют в демократии, верить социологическим вопросам, тоже посмотрите, на востоке Украины боют добровольческие батальоны, как их называют фашисты, националисты, в которых все 90% говорят по-русски, и все, по теории Путина, это должны быть представители русского мира, и они с оружием в руках отбиваются от этого навязанного русского мира, потому что люди хотят жить нормальной жизнью. То есть, идет война между русскими и русскими, да? Ну, можно сказать и так. Можно сказать, что идет война не между русскими и русскими, а идет война между добром и злом. Кто-то хочет жить по-старому, кто-то хочет жить по-новому. Вот и все. Но, тем не менее, сколько таких вот людей, как Вы, которые хотят жить по-новому, в восточной Украине? Я думаю, очень много. Я думаю, очень много. И даже мое размышление, что те люди, которые как бы с оружием в руках, сейчас стоят по другую сторону баррикады, они тоже хотят жить по-новому. Этот конфликт произошел без поддержки, без поддержки извне, оружием, идеологией. Этого конфликта не было. И я где-то их понимаю, потому что, да, я сегодня тоже не совсем разделяю нашу украинскую власть и шаги, которые она предпринимает. И тот режим, который был до Майдана, отношусь к нему очень негативно. И я понимаю тех людей, которые сейчас, как бы, они тоже восстали против этого всего. Но они просто выбрали немножко не тот путь. Ваш альянс за демократию. Это попытка, как бы, обелить русский мир, да? Показать, что есть русские, которые, вот, демократы, которые против войны. Вы знаете, мы не ставили такой задачей именно акцентироваться на Украине. Понимаете? Это сегодня тема такая актуальная Украина. Завтра, дай бог, все урегулируется. И, возможно, мы будем заниматься какими-то другими проблемами. Потому что все, которые принимают участие, мы все очень прекрасно раньше участвовали в социальных проектах по развитию, дружбе, народов и все. И если бы не эта идиотская война, которая носит тысячи жизней с обеих сторон, мы бы и дальше так бы продолжали. Как я могу сказать, что я против русских, когда у меня в метрике написано Михаил Евгений Викторович, русский. И кто-то будет решать соотечественники, а не соотечественники, там эти законы не принимают. Не они мне выписывали эту метрику, и не им это решать. Да, ну, политика-то такая. Разделяй и властвуй, да. Разделить на своих и чужих, и натравить. И стравить людей, и как бы получить эту гражданскую войну, да, и взаимную ненависть. Рано или поздно гражданская война заканчивается. И после нее наступит мир. Я думаю, что многие, и с одной, и с другой стороны, будут чувствовать себя виноватыми. Потому что победителей в гражданской войне не бывает. Есть человеческая горе, есть человеческая беда. А вот, я считаю, подстрекателей этого конфликта, ну, надо будет наказать. Кто это? Назовите их. Путин Владимир Владимирович.